Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного! Не все знают жития святых, а проще сказать, почти все не знают. Но немножко сейчас прочитаем, увидим, как возникали новые течения в церкви, особенно монашество. Фактически до IV века такого распространения не было. Там Павел Фивейский I, у него там Антоний пойдет. И посмотрим, откуда и к чему все пришло. У нас есть такая симфония на жития святых, мной составленная. Видите, какой адрес есть. Оно у нас выставлено в виде ролика. Дальше я написал. Монашество, то есть быть одному мона. Это призыв апостола Павла, то есть Духа Святого. Откуда известно? I Коринфян 7-8. Безбрачным же и вдовом говорю, хорошо им оставаться, как я. А как Павел? Ворове было сказано, нехорошо одному быть. А сегодня 7 с лишним миллиардов там, хорошо оставаться одному. Все переполнено, умирает и все переполнено. 26 стих 7 главы. По настоящей нужде, за лучшей признаю, что хорошо человеку оставаться так. Остался без жены, нищей жены, Павел прямо подталкивает. Но нигде никаких обетов монашеского устройства, спрятаться от мира, даже намека нигде, никакого нету. Даже миллиметра нету. Нет, все, первый монах это Ян Креститель. А Илья? А Адам первое время, когда Евы не было? Да так можно что угодно договориться. Давай теперь, считай оттуда. 1 Иоанна 1,7 Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Я показываю, ходить во свете понятно, никакой темноты не должно быть, все открыто перед Богом, освещается, Бог видит и грехи не спрячешь, как Феодора Цареградская и жития Василия Нового. Даша, имеем общение друг с другом. А вот тут вопрос. Имеем мы общение друг с другом или нет? И с чем это связано? И как это выправить? Вот я показываю здесь. Имеем общение друг с другом. Монахи имеют общение друг с другом? Никакого. Нельзя разговаривать, когда идут в столовую. Нельзя разговаривать на работе. Нельзя разговаривать за столом и когда идут обратно. Это на Афоне сейчас у меня брат там был, да я и так знал. Никак, ни слова. И у них считается это застяжением. А куда это деть? Сегодня уже понятно. Если бы сколько было монахов, а были монастыри по 50 тысяч, это ужас просто. То никакого мусульманства бы не было. Люди бы приняли веру во Христа и все. А так пришло на язычество. 1 Коринфа 4, 5. Я пояснять буду. Это бы считать, я буду пояснять. Никак прежневремени. Никакого времени. Время его не настало. Пришествие Христово. Пока не приедет Господь. Прямо поясняет. Которая светит скрытая во мраке. То есть неизвестная людям. Никто не знал. Думали так-то, так-то. Вот хоронит человека. Там со святыми у покоя священники поют. Андрей ее вроде и выведет. И видит, как демоны. Огромная-огромная толпа. Сыплет пеплом и вонющей водой кропят. И будьте вы прокляты христиане. Человека повинным и всем грехам. А вы со святыми у покоя. А так дьявол проклинает христиан за их невежество. Тогда будет сокрытая во мраке. Никак не судите. Никак. Значит, не канонизировать, не анафемию предавать. Никак. То есть молиться и все. Мы не знаем. Не знаем намерения, поступка, поступка. Тогда, вот тогда, каждый будет похвала от Бога. И далее. 1 Коринфянам 13, 12. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло. Гадательно. Тогда же лицем к лицу. Теперь знаю я отчасти. А тогда познаю, подобно как и опознан. Вот тут определенная щетка говорит. Теперь мы видим, как тусклое, затемненное стекло, когда на солнце смотрим во время затмения. Эти слова как будто бы никогда не считали церковники. И вот начинает, проходит время, надо канонизировать, надо теперь что-то делать, резать, мощи. Это все уничтожается этими словами Христа. Евангелие никакой роли не играет. Вот на меня нападает, которая там СД. Они выбили, будто не видели. А вот он сказал, он сказал, там выдумывают где-то. Я пытался их разбудить такими словами крепкими. Их это немало не трогает. Нету веры, никакой в это нету. Никто да не обольщает вас самовольным смириномудрием и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмиваясь плотским своим умом. Ну, ты не видел, как служи ангелов. И главное, принимают одежду там, другую ему дают. И они теперь ангельский чин. Откуда это взяли, ангельский чин? Там такое голубое лоб бессвирепствует, ангельский чин. Ну и тогда это было. Каноны на это, как бы они были, Василия Великого. Каноны прямо об этом говорили. Вторгаясь в служении ангелов, видят, и как ангелы что-то там, видения, сны. И не видел, безрассудно надмиваясь плотским своим умом. Почему не помню слова Иоанна Златоуста? Говорит, чего они в Библии, о том не рассуждаем. Сказано, что эти монашицы, чтобы отдельно собрали с кучкой, и там где-то... Да и кучки-то большие были, десятки тысяч. Нету ни одной буковки даже на это нет. А наоборот, идите, идите, говорите, идите, возмещайте. Златоуста говорит, я один ничего не сумею сделать, если вы не пойдете, не понесете то, что я вам сказал. Матфея 25-27 Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью. А что такое торгующее? Фактически все люди, которые нуждаются в спасении. Он сказал, записал, перенес другому, это все умножается. А он не сделал этого, он закрыл, завязал, веру сохранил, но только для себя. Ничего он дальше не сделал. И как? Да никак выброшенный. Это участь монашества. Что-то даже догадаться не надо. Аналогия не какая-то, прям прямым кексом написана. Он что сделал? Надлежало отдать. Отдали они куда? Нет. Приняли полное молчание. Смотри, как над Иоанном Дамаскиным издевались. Настоятель-то его, который был. Он узнал, что он поэт, музыкант, что ни строчки не написал. Испытывали все. Главное, послушание. Послушание надо по слову Божию, а не потому, что у тебя там душит тебя. После даже узнали, удивлялись, говорит, дикой суровости, жестокосердия того, кто его заставлял это делать. Иоанна Маскина. Да. 26 глава Матвея. Подошел и получивший один талант, и сказал, господин, я знал тебя, что ты, человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не расцепал. То есть, если человек не трудится, не проповедует, не нести благую весть, не распространяет, определенная и четко, что он будет обвинять господина. Знал, ты человек жестокий. То есть, неужели так может быть? Говорен, он перечитак, говорит. И что дальше? Знал. И, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле. Вот тебе твое. Вот все. Прибавил? Да нет, он зарыл его. Зарыл. Ущица, что-то говорят, священник. Я говорю, сколько лет служишь? Тридцать лет. Проповедь спросил у людей, никто ни одного слова от него не слыхал. Но если он умирающего не причастит, сам снимут сразу. Как все это перекосилось-то вот так, до такой степени? Господин же его сказал ему в ответ. Лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью. Торгующие-то на базаре, которые стоят, распространяют. Речь идет обо всех людях, которые могут что-то привезти. Попробуй снять, что она не зря, под пол посади ее. И закрой туда ее. Ну, я считаю дальше. Придумали ангельский чин. Нигде этого нет. Как себя ангелом называть и жить по-мерзки? Нет, посади туда вниз. Вниз, она будет прыгать на меня тут. Дальше апостол Павел говорит. Филиппинцам 1,27. Всем кивыкинь ее, она там любит быть. Только живите достойно благовествования Христова. А как его быть достойным, если у него не было благовестия? То у нас нельзя выполнить, у православных-то есть. Нет, там что угодно будут делать, а капец-то считать, это не благовестие. Благовестие – это проповедь о Христе, о сошествии Его, что у нас за грехи людей. Благовествование. Чтобы мне приду, или я увижу вас, или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе. А как это можно? Подвязаясь единодушно за веру евангельскую. Ну, это уже совсем по-сектански. У православных это не принято, никто не знает. Какая вера? Православная. А евангельская? Ну, надо сравнить, евангельская она или нет. У католиков тоже не сверяют. И исторические церкви, и возникновения вот эти, которые сейчас есть, с такими искажениями, самовольством. Это все происходит из-за того, что не было благовестия. А благовестие было бы, люди тоже заранее уверовали, если одни уверовали, другие могли уверовать. И не страшитесь ни в чем противников. Это для них есть предназнаменование погибели, а для вас спасение. И сие от Бога. А что от Бога? А вот они подвизаются единодушно за веру евангельскую, это признак гибели их. Вот они нападают, которые никогда, ни одного слова, вот что-то где-то сказали, слышали там, вот Матрону там я отрицаю, там, что-то мощи. Ни одного евангельского слова нет. Вообще нету. То есть они ничего не знают. Они бы, значит, сказали, ничего не говорят, нету. Я показываю места Писания, которые побуждают делать то, что Господь повелит. Ян Затон говорит, если бы кто ничего не знал, прочитал Евангелие, а потом увидел нашу жизнь, то он не счел ли нас бы самыми злейшими врагами Христа, как будто бы мы все направили к тому, что делать наоборот. Я с Александром Мениевым говорил, он говорит, у нас такое впечатление. Мы все изучаем и заранее знаем, что не надо это, и делаем наоборот, перекидываем. Потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него таким подвигом, какой вы видели во мне и ныне слышите о мне. Какой? Ивангельский путь. Путь проповеди. Подвиг, он зовет к этому. И нас ни разу, нигде я не слышал, чтобы в церкви призывали подражать апостолу Павлу идти на благовестие. Я считаю, на исповеди священник обязательно должен это спрашивать. Это мертвец подошел. Читаешь ли Библию? Нет. А благовестуешь? Нет. А зачем мне восповедать-то? Зачем болезнь в себя впускать-то? Он не достоин. И 1 Коринфянам 1.10. Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях. Он прямо говорит, вере евангельское, в этом в одном духе. Проверить можно так, по Евангелию поступать, а не так, что как перс сложил там, ну что-то все такое внешнее. Нет. Ну, конечно, в человеке это твердо все стоит. В одних мыслях, в одном духе. А мысли-то рождаются от чего-то. Чем голову заправишь-то? Евангелие. Слово Божие. Салтырное чтение. 2 Коринфянам. Если же и закрыто благоествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог в века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благоествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Ну, хорошо. Но причина они не верят. Закрыто благоествование. А сейчас что закрывать? Его нету. Даже нету. Вот у нас пошла сестра тут, Раиса Николаевна Блиникова, ну, простояла до конца службу, там, помолилась. Вышла, решила назнать священника. Выходит, все по-хорошему. Батюшка благостолеет, она бы пошла домой, и он даже не дрогнул бы. Но она спрашивает. Батюшка, я до конца все была. Я так ждала вашей проповеди. Почему же не проповедуете, ничего не говорите? Но священник не проповедовал. Она сказала абсолютно точно. Какой? То есть у нее практика. Он сразу, что, это от Лапкина? Понимаете, сколько похвалы в наш адрес идет. Долго не могли купель сделать. Наконец сделали. Я вел занятие в государственном университете техническом. Пришел человек оттуда. Батюшка, отец Михаил Капранов, стал меня сказать, что купель построили. Я говорю, что для меня ее строили. Это сейчас браморной плитой накроете, никакого крещения не будет. Так и есть. А говорю, почему? Ну, если человек попросит. Да как это так? Попросит-то. То есть лукавство. Страха никакого нет. Развратители. Как можно таинство? Ну, попросит человек. Он, да я, вино не надо мне. На хвосту сделай литургию. Будет или нет? Нет. А почему здесь запускается? Нету. Да вот надо понимать, которые нападают. А вот там-то, там-то, то-то. Где там то-то? Когда написано погружение. Трижды. Вы извержены, согласно канонам. Пятьсятое апостольское правило. Извержены. Шестой вселенский собор, 14-15. До 30 лет рук обложенных священников извергнут. Никто это правило не отнимал. Никто эта книга правил-то. То есть, настолько испахостили веру, что, ну, куда ни суть, везде гнилье и труха одна лежит. Все попрали. И еще нападают. Это не то, что бессовестность, а то сумасшествие. Да меня ли вам дело-то? Я отвечаю за печи, которые я делал. Где я старожил, у меня... Говорят, что ворона зря не пролетит. Я дежурил так на всех воров. Воров навел ужас. У меня собаки с собой там, ружье. И никак не пройти нельзя было. Один глухонемой залез, и я полураздетывался. Собака прыгала, и вот за воротники я держала на поводке. Так у него до конца все это сползло. А вот, я, боже, я сторож, я для этого нанятый был. Псы бредящие лежа, которые не сторожат, а только деньги проедают. И вот здесь неверующие. А почему? Бог века сего. Кто же он такой? Дьявол. Ослепил умы. А он хорошо видит. Ослепил. Чтобы для них не воссиял свет. Благовествование. Свет от благовествования, от проповеди. Просвещения. А этого нет. Вам бы думать об этом-то, что Бог с вас спросит. Какие моменты упустили? Кого оттолкнули? И вот сидят, зря глаза закатывают, там собрались где-то у студии, и меня молотят. Больше часа. Больше часа. В одном месте, в другом, в третьем. А мне, говорится, ни холодно, ни горячо. Я сижу, и смех прям подходит. Господи помилуй, даже дети малые. Они ничего не знают. Веры нету. Страха Божия нету. А вот он против монашества. Я за монашество. Но не такое. А именно такое, которое по Евангелию, что был человек один и проповедовал, ходил, один жил, не женился. Вот это монашество, настоящее. Так. Благовествование, которое есть в образ Бога невидимого, это Христос. 2 Коринфя 9, 13. Ибо, видя опыт сего служения, они прославляют Бога за покорность, исповедуемую вами Евангелию Христову, и за искреннее общение с Ним и со всеми. Монахи не имеют искреннего общения, почта запрещена, посылки запрещены, абсолютно намертво. Когда я говорю, да не может быть. Я все уставы какие были, уставы Пахомия, Венедиктовы, какие там тогда только были, Василия Великого, Соловецкие. Все до одного я прошел и показал. Их несоответствие Евангелию. Несоответствие прямо противоположно. Этого как будто не видят миссионеры. Исповедуемые вами. Евангелие исповедовать надо. Исповедовать. Прославляют за покорность. Какой покорность, когда ничего нету? Христос спрашивает, как считаешь? А что считаешь? Никак не считаешь. Он не знает этого. Это православное. И далее. Филиппийцам 3 глава 18 по 21 стих. Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже слезами говорю, поступают как враги Креста Христова. Но о ком это он говорит? Враги Креста Христова. Конечно, говорит не о внешних. Что мне судить внешних, Павел говорит? Не внутренних ли вы судите? Их конец, которые отступают. Погибель. Их Бог чрево. И слава их в сраме. Они мыслят о земном. Вот разные побрякушки какие-то. Там Серафима, другие берут, там медали друг к другу вешают. Где вы взяли это? Наша награда только одно. Одно за одно. Что ты страдал, ты мучился. Били, раны тебе нанесли. Это гонение. Не за то, что там он где-то попал. Так. Теперь я спрашиваю, какой веры эти люди? Которые вот где-то пытаются что-то говорить. И Слово Божие вообще у них не звучит. Его нету. Они не знают. Они или никогда не верили, или настолько все им это опротивило и нету. Даже как ведут занятия, смотришь, глаза закатывают, шатаются, сидят, вот как юродивые. Да послушайте, как Ярд Николаевич Пести проповедует. Камни плавятся. У Яхонтова там есть, у Мэя, кажется, стихотворение такое. Был вечер. В одежде измятой ветрами, пустынной тропой ушел беда стрепой. На мальчика он опирался рукой, на камни ступая босыми ногами. И дальше рассказывает, как мальчик его обманул. Пошел куда-то что-то ягоды искать, а он не видя, и начал говорить. Без речи таких не бывает речей. Без веры таких не бывает речей. Казалось, слепцу в славе небо являлось. Дрожащая к небу рука поднималась. И слезы текли из потухших очей. Но мальчик пришел, смеясь и толкая пробудил его. Никого уже нет. Замолк, грустно старец, головой паникая. Но только замолк он. От края на края. Аминь. Ему грянули камни в ответ. Камни из камней созиждет. У нас ничего нет. И в России никогда проповеди не было. Если она еще чуть-чуть маленько, это уже все златоуз. Херсонский, Иннокентий. Дальше. Интересно, что сейчас послушайте. Это не я говорю, не я. Они сейчас бросятся. Такие слова, как патриарху. Я говорю священнику. Зашел большой улуй. Мы ездили, раздавали книги. Посмотрели, в храме никого нет. Смотрим, а священник налево. Стоит к стенке, прижался торговая точка у него. Один. Никого нет. Никого, ни одного человека нет. И он один. Пожалуйста. Ну, стали говорить. Я говорю, вот патриарх вернулся из поездки. Кирилл. Восток и Север потеряны. И люди Бога не знают. Духовное состояние развалены. Я сказал, священник сразу приободрился. Как развалены? Настолько монастырей строится сейчас. Понимаете? Нет, это храмов сколько строится. Я тогда ему говорю, так это не я говорю. Это патриарх сказал. Патриарх? Фух. Ну, тогда, наверное, так и есть. Ну, это что? О, человек взрослый, там видно, что уже под 60 лет, наверное. Значит, заговорил бедный, а кто это такой? Заговорил богатый, превознесли до небес. Это все на практике. Ну, ты сам разве не видишь, что люди ничего не знают. И дальше, кавычки открыты. Мы исповедуем церковь одну, а создаем и живем в другой. Эмпирическая церковь, церковь, в которой мы фактически живем и действуем, страшно не похожа на ту церковь, которую мы исповедуем и описываем. Я это все время трублю об этом. Да мы никакого евангельского примера-то не имеем сегодня. Считаем, страшно не похожа на ту церковь, которую мы исповедуем и описываем первоапостольскую. Апостольскую церковь. Апостольская. Что? Дальше. Здесь становится перед нами очень серьезный вопрос. Вопрос о том, что мы или должны признать, что наша церковность перестала быть евангельской. Слушайте внимательно. Наша церковность перестала быть евангельской. И что ничего мы не можем сделать или вглядеться очень внимательно в то, что случилось в течение столетий с церковью, то есть с церковным обществом, и сделать нужное, чтобы начать возвращаться к истинно евангельскому прошлому-то и строить истинно евангельское будущее. Вот это человек говорит может только возрожденный, евангельский христианин. Ну ясно дело, что только баптисты могут сказать такое. Это баптист говорит. Православные никогда этого не скажут. Как? Храмы открываются, батюшки стоят, молятся, когда архиерейские совещания. Посмотри, сколько этих шапок-то стоит-то. Там на миллиону только одежда у них стоит. Начать возвращаться к истинно евангельскому прошлому. А его надо узнать сначала, прежде чем возвращаться. и строить истинно евангельское будущее. И дальше. Большей частью духовенства церковь никогда не критикует. Духовенство должно критиковать церковь-то. Меня за что вы упрекаете? Я не критикую, я просто говорю, ну сколько же в церкви делалось это безумие буквально. И вот они сейчас нашли лазейку, она меня нападает. И сатанинская там, и еретик там, и СД их называют. Фамилия у них на СД. Так, и не ставят под вопрос ничего церковного, духовенства. Ничего. Но я думаю, что если мы не будем ставить род вопросов, то, что неименуемо должно быть исправлено. А то под это, под вопрос. Под вопрос это необходимо ставить. Неименуемо должно быть исправлено. То мы окажемся недостойными церкви, которой мы исповедуем. Кто это сказал? Митрополит Антоний Суровский. Блюм. Интересно, когда я говорю так, прямо до половины договорю, уже рот затыкает. Раз, Антоний, а он уважаемый был. Да это неужели он мог так сказать? Ну, конечно, он убедил, ничего евангельского-то нету. Ну, нету. Мощи церкви там какие-то непрерывно, свечи ходят, толкаются. И Осип потом говорит, бесом служат люди в храме-то. Бесом. Откройте, так увидите. Бесом. Молиться-то невозможно. Прекратят торговать? Абсолютно нет. И даже не разговаривают. И далее я беру у меня вопрос. Вопрос в 2076-м. В 6-й. Открытый бок о моей книге. Разве плохо, что человека в монастырях приучили к полному послушанию старшему? Сегодня нигде нет никакой дисциплины. И навыки таковые не были бы лишними. Это мне вопрос задают. Я за кафедрой в университете стою. Там или по радио. Сейчас я не знаю, где в милиции. Ответ я даю. Послушание – великая вещь. Но у всего великого есть начало и возрастание. 1 Царств 15-22. И отвечал Самуил. Неужели всесожжение и жертвы столько же приятны Господу, как послушание глаз у Господа? Послушание лучше жертвы и повиновение лучше тука овнов. А какое послушание? Слово Божие. Господь говорит, ради меня Евангелие. Он объединяет себя со Словом Божиим. И Слово называется. Послушание Господу спасает от блуждания ума, ведет к достижению благой цели. Это я отвечаю. Исайя 29-24. Тогда блуждающие духом познают мудрость и непокорно научатся послушанию. Тогда, когда будут знать Слово Божие и сравнивать, есть это или нет. На послушание строится и добро, и злодейство. Какие послушные были гитлеровцы, большевики, киллеры всех веков. Но Бог дал человеку свободу. И эта свобода начинается в свободе духа, в разуме, чтобы ты мог избрать и принести послушание в здравомыслие Богу. Если же свет евангельской погашен, то отдающий приказание делается орудием дьявола, а исполнитель следует за слепцом, и обеих ожидает провал в ад. Самое преступное то, что этого послушания стали требовать во имя Христа. И всю вину за исполнение безумств своих теперь уже взваливают на Иисуса. Это вот великий инквизитор, братья Карамазовы, Достоевский об этом говорит. Мы обманем людей и обманом поведем. Грех мы взяли на себя, разрешим все. Попы только так проповедуют сейчас. Какие каноны? На народу никого не будет. Все разрешается делать. И мы, говорит, разрешим грех. Прямо это последователи Антихриста. Это великий инквизитор Антихрист где-то. Прямо открыто выступает, здесь нападает СД. Священное Писание учит нас иметь послушание Богу. И это вполне достижимо. Когда душа возродилась свыше и движима Духом Святым. Все делать с любовью и самоотречением. 1 Петра 1.22 По слушаниям истины через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца. А как выражается это? Помощь, и все монахи-то ничего не знают. Никак. Они говорят, когда это монашесто принять, это как второе крещение. То есть первого нету. Второе крещение. Да уже исповедуйте единое крещение. Обещание Богу доброй совести. Ладно, идем дальше. В монастырях шло часто извращение личности. И самые садистские замыслы без затруднений покрывались тем, что это творилось якобы для послушания Христу. Все инквизиции, костры. И у русских что было? Там был такой клобучок, его называли белый. У русских отрезали ему уши, нос, глаза выкололи. Пытали его. Он епископом был, но считается, что незаконно принял. Бездумность, полное выхолачивание мысли, приводила к бедству из монастырей. Ярому бунту, та, что игумену приходилось спасаться бегством или погибать. Вот и все. То есть здесь уже на земле расплата. И далее. Римлянам 6.16. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы. Кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушания к праведности? Толковать даже нечего. Ничего не надо толковать. Они сидят, занимаются, и целый час массолят против меня. А ничего нету. Нету. То есть страха нету, веры нету у этих, которые говорят. Совершенно. А в этом моменте лжи, при этом все ложь говорят. А ложь, а дьявол отец лжи. То есть это дети дьявола выходят. Согласно Ивану Галитяна 8.44. И дальше. Устава повыливали наказывать розгами непослушных. Это во всех уставах самых знаменитых монастырей. И самым страшным преступлением было бегство из монастыря. То есть его три года пока там он был. А потом первый раз выводили на работы сельскохозяйственные куда-то. И бывало, кто-то сбежал. Я не знаю, были у них собаки или нету. Ну, а там бригадир был. И если он его не мог найти, первые три часа пропал мужик. Все. И дальше написали устав. За этого, который не досмотрел, что брат убежал из монастыря, ходатайство не принимать. То есть по полной программе с ним расправиться. Равным ему было только сокрытие подготовки к побегу или заступничество за наказанного. Этих без милосердия предавали проклятию. Да. Тридцать минут. Никого нет. Тебе не надо говорить, а ты говоришь. Они услышали, теперь все. Ни звука не знали, чтобы не знали, что у нас есть. Тридцать минут. Ну, ладно. Что, выключать или что? Да, все. Ну, оторвал, дальше пошли. Субтитры сделал DimaTorzok